Вот мы вышли из храма. Сегодня у нас Петра и Павла праздник, праздничная дата, конец поста. Что, Исаак, не ты, а один длинный такой, высокий. Вот постарайтесь поближе быть. Вот один вопрос надо решить. Какого надо? Кого жду, того нету. Мне Людмила нужна. Без нее говорить, это бесполезно. Так, вы, братья, поближе встаньте сюда. Это будет касаться вас, Исааки. Иосиф, подойдите поближе. Внимательно слушайте. Вам тоже сгодится когда-то это. Так, жду Людмила тебя, не могу дождаться. Так, пожалуйста, будьте рядом. Дело вот какое. В Потеряевке держали коров, даже одинокая женщина была. Нина. Мы знаем о том. У сестры Людмила были. А теперь только два двора держат. Ваш двор и Устинов. Вот в чем дело. Когда был лагерь, действовал. Иногда ветер был, а иногда нет. А так как деревья мы окружены, это место для комаров самое победное. Мы на молитву уходили в специальный холм. Там был когда-то, ну, большой стоял, водокачка колхозная. Там намного выше, и ничего вокруг нету. И ветер, и нету комаров. После этого мы, когда уже все-то в лагерь к концу пошел, мы оставили такое наследство там. Ограждение. Верхнее в два. Здесь, ну, как сказать, сидеть в две жерди. Легко сидеть. И ниже. А впереди, которое к лагерю, на восток, там аналой внутри сделали. Ну, не такой, как в церкви, конечно, но крепко, на гвозди. А перед этим, где там, как яба, выросла крапива, высшего роста человеческого. Отдельно сделали на холме, где мы обедать будем, наверное, в субботу. Тут уже судим. И вот у меня этот аналой сломали уже, наверное, в третий раз. Я бы его не нашел. Но так как готовимся там молиться, люди выезжают, я стал выкорчевывать эту крапиву. И внутри крапивы нашел сломанное, по одной доске, они все с гвоздями, разбросанные по всему. Внутрь зайти, там ни коровы, никто не назовет. Вот ограда. Вот такая. А это внутри. Это только человек мог сделать. Бить чем-то крепким, чтобы все до счастья, и повсюду в крапиву разбросать. Остается вопрос, кто? У вас кто пасет? Трое? Попеременно? Двое. Кто это делал? Ну, ты знаешь, о чем я говорю. Где молиться? Кто это сделал? Рядом крест стоит такой, восьмиконечный. Ничто не остановило. Это варварство. И при том, на место молитвы она только может осатанелый делать. У нас много горьбы, но так, как думаешь, кто это сделал? При том, выбор только двое. А одного из них я поймал. В момент, когда он ломал. Ломал не здесь, а в лагере. Он глядит, никто не видит. Он берет жертв, такой сознательный. Он понимает, рычагом даме рычаг, архимед говорит, я землю опрокину. И ломает вот так, и не видит, что я его снимаю. Трудность та, что он не житель здесь. И когда я крикнул, ты что же делаешь-то? Мы только загородили. Он сколько раз уже, видимо, разламывает. Мы опять загородили. Загородили, а сторожа-то нету. Что с ним делать? Он рванулся бежать. Я его сразу раз на веревочку за рукав. И привел к дому. И у кого живет, тот поднялся на меня. Отпусти! Теперь решите, вот то, что я говорю, это проверьте. И дальше. Что это такое? Если вы это не делали, выбора никакого нет. Только остается один, притом пойманный уже. Его нету здесь. Обдумайте хорошо, подумайте и сделайте, чтобы этого не было. Это человек не только недобрый, он будет великим преступником. И этим он кончит жизнь. Он посягнул на то, что святой. Я говорю, очень полезное. Вы-то останови их разговоры. Она не слышит даже. Ну успеешь там нанянщиться. Говорю важное, касающееся жизни Потеряевки. Не может глаз отвести. По городам-то погнили. Вам это все равно, это здесь. Это не все равно. Мы каждый день встречаемся с этими людьми. Притом этого человека, я еще раз встречал. Мимо болтается. Я говорю, заходи к нам. Мы перед окнами насыпали, которые хозяева были, гравий. И надо собрать его. Две гравинки положат, которые камушки, сразу отворачиваются. Я не успел вернуться, уже пересекнул, уже удрал. Никому не подотчетный и делаю, что хочу. Старосты, слышишь? Обдумайте этот вопрос и решите, нужно ли быть этому человеку здесь. На каждом шагу караулить это невозможно. Тем более, как он искусно, жерди, прибитые большими гвоздями, он упирается рычагом и отрывает их. Притом я был не один там. Я говорю то, что уже доказано, доказывать не надо. Здесь я не видел, но туда ни корова не зайдет, никто. Там невозможно, только маленький может овечка заскочить. Но вырвать, аналой сломать и разбросать по всей крапиве, это только человек может сделать. Или уже не человек. Сколько у нас всяких оград? Почему он нигде не ломает? Почему аналой, на котором лежит Библия, где мы молились? Куда его тянет? Ну тут же есть. Приехал однажды из его родства один человек, а мы только загородили, как входишь. Довольно крепко. А их трое. Они видимо сели на нее, качали и разломали при входе. Ну я сейчас, что скажешь. Подошли, поздоровались по-хорошему. Я гляжу, только вчера загородили, а сегодня уже жертв перелал. Жертв, жертв, там руку толщиной. Ну три здоровых, крепких парня. Вы меня расслышали? Попробуйте помолиться, чтобы Господь это делал как надо. Сказать, а мы его исправим. Нет, он приходит иногда. Приходит, плюхнулся, посидел маленькой и дальше идет. Когда он здесь, я даже опасаюсь то, что у нас здесь предбанники, как сказать, где раздеваются. Потому что для него нет этой святыни. И маленький еще вопрос. Отскажите. Я скажу. Джеймс Сет. Что я сказал? Ну хоть один-то. Поднимайте, что это такое. Джеймс означает Иаков. А для чего говорю? Слушай, да, Сет сказал, Яков сказал. Такие слова есть в Библии. Это... Иосиф. У них как? Джозеф. Но они эти, нация, они не говорят Джозеф. Джо. Он сейчас президентом в Америке. То есть, лишнего слова не скажут люди. Как они то ли время берегут, или ленивые. И таких слов я сколько посмотрел, ну, просто на каждом шагу. Все сокращено. Горбачев, они никогда говорят, Горби. А то у них все это так есть. Когда я стал что-то посылать, переписывать. Мне говорят, вы еще совсем не были там. Я говорю, был, ездил много по Америке. Они считать больше десяти минут не могут. Вот и все. И поэтому православные храмы, длинное богослужение и прочее, в данном случае конкретно, являются примером выдержки. Не понимая ничего, часами люди стоят. Так, выйдите-ка маленько, я с вами разберусь. Вот этот отрок, он днем ложится спать. У нас написано надписи, никакой не должно быть. Только растительность может растительным происхождением. Что написано у него? Считайте. Что написано? Еще раз. Это что означает? Это означает, что он как карась плавает ночью. Любит воду. Днем его мы никуда не пускаем. Вот понимаете, не посмотрели. Но не в этом дело. Он приходит сразу на скамеечку и сел. Я боюсь, что он упадет. Отца поставил рядом. Он выходит, вот его примерно, положение какое он. Если он будет кланять, то он сразу вот так вот. А дальше стоит вот так ногу, другую ногу. Я про тебя говорю, так? Он даже это не запоминает. Мало того, он руками разной выкрутации делает. Я взял его рядом с собой и поставил. Совершенно другой человек. Делает правильные поклоны. Голову повернул, я вот так повернул. У него память отличная. Стоит заняться, чтобы не вырос тот, кто накажет человека за то, что ты его не учил. Ни одного нарушения не было, когда я поставил с собой. Другого поставишь, он и тут выламывается. А он и ногу вот так поставит. Он артист настоящий. И до самого конца он вел себя как молодец. Да благословит его Господь. У меня все. Так, мы сегодня занимаемся своими делами. В пятницу у нас приедут люди и будет экзаменация тех, кто готовится к окрещению. В субботу крещение. А воскресенье, литургия по всей вероятностью, может быть митрополит. Поэтому приготовиться, чтобы все исповедовались и при архилеи причастились. Потому что одна из архилей приехал, на руках одну понесли, готовая к смерти. И все говорят, что в архиле это не признаете. Нет. Я сегодня с батюшкой поговорил, видимо мы сумеем все это сделать. Приготовиться деревенским и причаститься. Тем более пост только что кончился. Все. С миром Божьим по домам. С покойным покойным. Ведь команда такая. Продолжение следует.